МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Рязани открылось сразу несколько новых спортивных объектов. О спорте, о массовом спорте и о физкультуре мы будем говорить сегодня с начальником управления по физической культуре и развитию массового спорта Мариной Кощеевой. Она гость нашей студии. Здравствуйте, Марина Владимировна. Добрый день. Хороший в этом году был день города, хороший получился день физкультурника, благодаря тому, что действительно в городе появилось несколько новых спортивных объектов. Да, очень приятно, что в рамках дня города целый день был выделен именно спорту. Действительно, Рязань – это спортивный город, и мы убедились. Было открыто три площадки спортивные, еще три спортивных объекта для детских спортивных школ. Спортивные площадки – тренажеры уличного типа. Это в парке Комсомольском, в парке Гагарина, и замечательный комплекс целый спортивный между мостами Чапаева и Маяковского, по адресу Маяковского, 47, целый спортивный комплекс для занятий детей. Ну, на Маяковского, причем там не только уличные тренажеры, там еще и первая в городе велодорожка открылась. По-моему, 500 метров ее протяженность. И так получилось, что там было дважды два открытия. Одно официальное, когда пришли представители власти, разрезали ленточки, сказали слова, а другое, когда просто как бы велолюбители сами, что называется, устроили такое вот народное открытие. Было это на этой неделе, и у нас по этому поводу имеется небольшой репортаж. Давайте на него сейчас взглянем. Официальное открытие детской и спортивной площадки возле стадиона «Спартак» состоялось еще во время празднования Дня города. А во вторник вечером рязанские велосипедисты устроили собственное празднование открытия первой в городе велодорожки. Она проложена по Лыбецкому бульвару от путепровода на улице Маяковского и до здания главпочтамта. Кстати, два года назад это место между путепроводами на улицах Маяковского и Чапаева выглядело весьма диким. Два года назад десяток эко- и велоактивистов провели первый субботник. Выкорчевали кустарник, убрали поваленные деревья и мусор. Затем им удалось заручиться поддержкой городских властей. И вот спустя это время на пустыре появилась не только велодорожка, но и фактически полноценная зона отдыха для горожан. Пришли на нынешний праздник около сотни велосипедистов. Они практически единогласно считают, что необходимо и далее развивать велодвижение уже на обычных городских улицах. Можно ли в городе по дорогам, например, прокататься или очень опасно, страшно? По дорогам опасно вообще ездить, а по пешеходам, там пешеходов много и тоже не всегда проедешь. Ну то есть вот такие велодорожки, вот как здесь, когда можно в принципе, ну достаточно длинные, можно как бы погонять, то насколько это удобно, вот как ты думаешь? Ну удобно, погонять скорость будет, но лучше побольше их делали и в городе лучше. В проезжей части тоже с ребенком особо как-то так страшновато, поэтому хотелось бы, чтобы руководство нашего города все-таки как-то приняло во внимание наши пожелания, чтобы сделали какие-то уже отдельные велодорожки, там по примеру Москвы, допустим, в Москве много строится. Ну хорошее начало, так скажем, хотелось бы, чтобы продлили побольше, бы сделали и красивее, больше зелени, больше зелени, намного. Вообще сложный вопрос, чего именно не хватает. Наверное, более развитая как раз инфраструктура, все-таки вот эта велодорожка отлично построена, но какой момент, это парковая зона, не более того. То есть город остается по-прежнему городом для автомобилей. Кстати, сейчас велосипедисты разрабатывают идею маршрута велодорожки, которая протянется от торгового городка до Центрального парка культуры и отдыха. Ну вот такой вот репортаж, действительно прекрасная велодорожка. Вообще рассчитываете на то, что велоспорта в нашем городе теперь будет культивироваться больше? Конечно, потому что велолюбителей у нас действительно много и необходимы специально выделенные зоны для того, чтобы этот вид спорта развивался безопасно. В первую очередь, у нас же должна быть безопасность. Ну и глава администрации города Виталий Артемов в этой студии неделю назад сказал, что это только первый этап и что в следующем году планируется сделать все возможное, чтобы соединить велодорожка и лесопарк, Центральный парк культуры и отдыха. Да, да, да. Это сколько примерно с протяженностью веломаршрута получится? Боюсь, но по-моему 12 километров. Ну, то есть это... Боюсь ошибиться, но по-моему 12 километров. Это уже такой действительно солидный веломаршрут. Прилично, да, да, да. Марина Владимировна, ну на День города было чем порадовать не только, скажем так, тех, кто занимается физкультурой и массовым спортом на улице, и тех, кто ездит на велосипедах. На День города сразу два новых помещения для рязанских борцов открылись. Спортшколы Антей и спортшколы Юпитер. Сейчас мы там можем увидеть кадры с этих новых помещений. Насколько это важно вообще для спорта, для спортивной общественности, для спортивной жизни Рязани? Ну, единоборствами наш город прославляется, да, но, к сожалению, не было ни одного спортивного зала, где мы могли проводить на своей территории свои соревнования. Да, теперь школа Юпитер имеет замечательный зал, где два ковра и шесть из видов единоборств, которые представлены в школе Юпитер. Возможно, проводить ей чемпионаты не только города, но и области. Школа Антей у нас вообще не имела своего помещения. Теперь это у них первый дом свой, который они с любовью обстраивали, выстраивали в течение трех лет. Есть два замечательных зала, где ребята могут заниматься и вольной борьбой, и греко-римской борьбой. Вот все это как-то, как вы рассчитываете, отразится на количестве занимающихся спортом в Рязани? Оно вообще, по-моему, в последние годы росло в геометрической прогрессии, да? Да, конечно. Оно развивается, и мы надеемся, что это позволит, во-первых, новые тренерские ставки ввести. И, конечно, количество занимающихся в этом году у нас должно увеличиться. Ну, примерно, вот какие цифры себе ставите, какие планки? Ну, как минимум, если в процентах, то это пару процентов от численности занимающихся, а если в количестве, то это где-то 300-400 человек. Вот эти спорт-объекты способны дать дополнительных, что называется, мест таких, не рабочих мест, а мест для занятий спортом? Конечно. Нам приходилось арендовать приспособленные помещения. В собственности у муниципалитета нет таких помещений. Не было. Ну, и еще одно помещение, которое открылось, что называется, после реконструкции в День города, это стрелковый тир «Фаворит» в Дашково-Песочне, у 63-й школы. Когда-то давно, я помню, я был маленьким, он там работал. Потом в годы вот этого перестроечного лихолетия пропал и вот сейчас возродился. — Замечательный тир. Действительно, на открытии радовались не только сами воспитанники этой школы, но и жители этого микрорайона. И даже взрослых очень много заинтересовало, что можно ли прийти заниматься в этом стрелковом тире. На открытии были делегации из Польши, которые настолько заинтересовались, потому что этот вид спорта у них тоже культивируется. И уже есть предрасположенность к тому, что будут вместе проводиться соревнования, выезды совместные, отрабатываются навыки пулевой стрельбы. — То есть российские и польские контакты благодаря этому тиру завяжутся? — Да, да, да. — Ну, вот вы сказали, что многие приходили, спрашивали, можно ли здесь приходить заниматься, можно? — Да, с сентября, пожалуйста, дети могут записаться в любую школу. У нас состоится 30 августа замечательная уже традиционная акция «Запишись в спортивную школу», где на Лыбинском бульваре будут представлены все 15 спортивных школ, 13 школ и 2 учреждения муниципальных. Демонстрации именно с мастер-классом, да, и можно каждому ребенку и взрослому прийти, посмотреть, выбрать по душе вид спорта и записаться. Замечательная акция у нас будет 12 сентября на «Золотых куполах». Мы встречаем автопробег олимпийских чемпионов, который стартует именно 12 сентября с Красной площади в Москве. И первая остановка будет у нас в Рязань, где в торжественном остановке будет и встреча в администрации, и большой праздник на «Золотых куполах». Ну то есть лето сейчас еще в самом разгаре, но уже стоит подумать о том, где ребенку заниматься, в какой спортивной школе, и количество мест для этого в Рязани только прибавляется. Да, пожалуйста, с удовольствием примем любую спортивную школу. И также не только эти три площадки мы открыли именно к дню города, а благодаря акции «Газпром детям» уже сейчас идет строительство семи площадок в городе, которые мы планируем открыть в 1 сентября. Семи спортивных площадок? Да, спортивных, да-да-да. Спортивных площадок на территории школ 3, 4, 9, 47 и 74 и в районе легкоатлетического манежа «Юность» и школы «Вымпел» на Советской Армии. Ну что ж, Марина Владимировна, спасибо за такие хорошие новости. Сегодня в программе «Лицом к городу» мы рассказали о том, как наша Рязань стала еще чуть более спортивней в этом году. Нашим собеседником была начальник управления по физической культуре и развитию массового спорта Марина Кощеева. Программа «Лицом к городу» прощается с вами до следующей недели. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин